Бомбардировка Каны, разрушение израильскими ВВС жилого трехэтажного дома в ливанском городке Кана 30 июля 2006 года в ходе Второй Ливанской войны, между вооруженными силами Израиля и организацией Хизбалла, признанной террористической организацией в Израиле, Канаде, Нидерландах, США и Египте, а также частично в Австралии и Великобритании. В результате бомбардировки погибло 28 ливанских граждан, 16 из них – дети. По заявлению ВВС Израиля, бомбардировка произошла в ходе попытки остановить обстрелы территории Израиля ракетами «Катюша». Израиль назвал бомбардировку жилого дома трагической ошибкой – нанесение удара. Удар был нанесен двумя бомбами, по крайней мере одна из которых обладала точным наведением. Промежуток между падениями бомб составлял от 5 до 15 минут. Удар был нанесен по частному дому, где в подземном гараже от бомбардировок предположительно пряталось две семьи. Вместе с тем, по данным Цехала, обрушение дома произошло спустя от 7 до 8 часов после его бомбардировки. Жертвы в результате инцидента погибли 28 человек, из них 16 детей. Первые четыре дня число погибших оценивалось в 57 человек, включая 27 детей. Сотрудники правозащитной организации «Хаман Райт Эсвуч» обвинили израильскую армию в совершении военных преступлений. Впоследствии число жертв было уточнено. Реакция сторон Совет Безопасности он провел чрезвычайную сессию в связи с трагедией. В принятом заявлении говорилось, что Совет испытывает крайние потрясения и горе в связи с бомбардировкой и выражает соболезнования семьям погибших. Изначально источники в израильской армии заявляли, что дом обрушился только через несколько часов после израильской бомбардировки и выдвигали версию, что причина обрушения дома – взрыв ракеты Хизбаллы. Однако позже израильское руководство признало свою ответственность и назвало происшествие «трагической ошибкой». По заявлению главы Департамента штаба ВВС Израиля бригадного генерала Амира Ишеля, из Кана за последние 20 дней было запущено около 150 ракет по израильским целям. По его словам, в ту ночь между полуночью и часом ночи израильский ВВС нанесли удары в числе других целей и по использовавшемуся Хизбаллы зданию, в подвале которого, как выяснилось позже, находилось более 100 местных жителей. По словам генерала, если бы военным было известно о скрывающихся в убежище мирных жителях, приказ об ударе был бы отменен независимо от оперативных задач. Израильское руководство заявило, что до инцидента жители Каны были несколько раз предупреждены, что Кана находится в зоне боевых действий и что они должны покинуть свои дома. Однако некоторые источники утверждают, что многие семьи опасались покинуть свои дома и спасаться бегством, поскольку силы Израиля обстреливали дороги и беженцев. В то же время правительство Израиля объявило, что на 48 часов приостанавливая действия ВВС в Южном Ливане, США и Израиль обвинили Хизбаллу в использовании мирных жителей в качестве живого щита. Сообщение о случившемся вызвало бурю возмущения по всему Ливану. В Бейруте многотысячная толпа с национальными ливанскими флагами и знаменами группировки Хизбалла взяла штурмом здание ливанского представительства ООН. Разгромила офис, разбила мебель, выбила стекла и подожгла здание. Премьер-министр Ливана Фуат Синьора заявил, что Ливан не намерен участвовать ни в каких переговорах по урегулированию, пока Израиль не пойдет на безоговорочное прекращение огня. Ливанское руководство отказалось принять госсекретаря США Кандализу Райс, которая намеревалась вылететь в Бейрут из Израиля с целью урегулирования кризиса. В связи с этим Кандализу Райс заявила, что настало время говорить о немедленном прекращении огня. В Израиле в арабских населенных пунктах прошли демонстрации протеста против действий израильской армии. Левые еврейские организации также провели в Тель-Авиве демонстрацию протеста, в которой участвовало несколько сот человек. После первоначальных сообщений, в которых количество жертв указывалось как 55, англоязычные СМИ охарактеризовали инцидент словом «массакр», а российские расценили его как «варварскую бомбардировку» и «кровавую бойню». Освещение в СМИ и обвинения в постановке фотокадров «СМ». Также «Алигашен Софаха» и «Аксентов Стагинг» 2006 «Лебанон Уорфотографс Контроверсис». Бомбардировка в Кане была широко освещена в СМИ и имела широкий резонанс. Британский блогер Роберт Норт в своем блоге пишет, что фоторепортаж из Каны – это постановка. Не задаваясь вопросом о реальности самих событий, он считает, что часть фотографий из Каны являются постановочными. Согласно Норту о том, что снимки из Каны были срежиссированы фотографами, указывают позы, в которых пребывали запечатлены на снимках люди, выражения их лиц, а также то, что на большинстве фотографий в роли спасателя выступает один и тот же человек в зеленом шлеме. Кроме этого, судя по таймстемпам, труп одного ребенка демонстрировали фотографам чуть ли не полчаса, что по мнению Норта является странным поведением во время спасательных работ. Эта версия, высказанная согласно израильской газете «Джерусалимпост» в произраильских, еврейских, консервативных и антилиберальных блогах, также обсуждалась в некоторых СМИ. Также выдвигалось предположение о том, что трупы были перенесены в здание уже после его бомбардировки, после чего было вызвано его обрушение. Эта версия базировалась на утверждении АОИ о том, что строение не получило серьезных повреждений при бомбардировке и было позднее взорвано Ахизбалой. Источники